Спецоперация ЦРУ «Охота за русским лазерным Диксоном» Армии и войны Военное обозрение 30 декабря 17.34 Спецоперация ЦРУ «Охота за русским лазерным Диксоном» Очередное предательство со стороны Украины поможет США уже через год первый эсминец вооружить гиперболоидом Сергей Ищенко Комментарии в просмотрах 7211 На фото, опытовое судно Диксон, фото Кант, WS Как отрапортовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов В нынешнем декабре на боевое дежурство в одном из позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов Поставлено боевое дежурство первый в России лазерный комплекс «Пересвет» Задачей комплекса, по словам Герасимова, станет прикрытие маневренных действий стратегических ракетчиков от нападения с воздуха Других подробностей о новом оружии начальник Генштаба предпочел не приводить Прошло всего несколько суток И 27 декабря еще один руководитель нашего военного ведомства, заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что «Пересветом дело у нас, скорее всего, не ограничится» Уже в следующем году планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию еще одного лазерного комплекса На сей раз тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и вывода из строя легкозащищенных надводных целей Естественно предположить, что речь идет, в первую очередь, о новом виде корабельных вооружений в России Мы тут впереди планеты всей. Вовсе не факт. За океаном тоже мчатся по той же дороге вовсю На четвертый квартал уходящего года очень важные испытания были намечены в ВМС США Там на недавно построенный огромный десантный транспорт док Портланд типа Сан-Антонио пару месяцев назад установили боевой лазерный комплекс на основе твердотельной технологии С мощностью луча до 150 кВт Америка готова устроить третью мировую из-за Северного потока КВ-2 Конгресс и Белый дом под конец года соревнуются в лотереях глупостей о том, состоялись ли испытания в Штатах в срок и каковы их результаты Пока сведения нет Но американское издание Drive замечает, что указанной мощности боевой лазер способен достаточно надежно уничтожать как минимум беспилотники противника Для потопления катеров и небольших кораблей поражающую силу лазерного луча предстоит увеличить до нескольких сотен кВт А для того, чтобы сбить управляемую ракету в полете, необходимо иметь в запасе мощность не менее 500 кВт Однако все это годится лишь в случае, если речь идет об отражении атак на свои корабли одиночными средствами воздушного нападения противника А чтобы обеспечить надежную комплексную оборону от ракетного удара, предположим, авианосной ударной группы на дальностях до 5-ти вопросительный знак 20 км Надо выходить на запредельный сегодня уровень мощности боевого лазерного комплекса до 3 МВт Удастся ли когда-нибудь и кому-нибудь добиться такого умопомрачительного показателя? В Соединенных Штатах уверены да И очень скоро По словам аналитика из Центра стратегических и бюджетных оценок США Брайана Кларка В настоящее время оснащение кораблей ВМС США боевыми лазерами уже находится в плоскости когда, а не если, лазер способен сбивать крылатые ракеты И это произойдет в ближайшем будущем, уверенно заявил Кларк А недавно ушедший в отставку руководитель управления надводных сил командования морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксал заявил, что военно-морские силы США получат высокоэнергетический лазер и интегрированный оптический ослепитель, а также сопряженную с ними систему разведки уже в 2021 году Таков на сегодня по обе стороны океан и пейзаж ожесточнейшей военно-технологической гонки вооружений в сфере, о которой раньше дерзали рассуждать лишь писатели-фантасты Но в сверхдержавном соперничестве такого рода обычно важны не только усилия самых талантливых ученых и конструкторов Скрытая от посторонних глаз тайная драка разведок всегда сопровождает любые настоящие прорывы в области создания принципиального новых видов вооружений в любой стране И нет ровным счетом никаких оснований считать, что с развитием боевых лазеров в нашей стране и в Соединенных Штатах дело обстоит как-то иначе Увы, надо сразу признать, Россия давно проиграла здесь слишком много Потому что в проектировании смертоносных гиперболоидов для флота мы опережали конкурентов на десятилетия Первый наш экспериментальный залп корабельной лазерной пушки был произведен советскими моряками в 1985 году на полигоне испытаний спецвооружения зенитных и крылатых ракет 31 Ниц и ВМФ под Феодосией А, по данным журнала James, ВМС США вплотную занялись тем же самым лишь в 2007 году по заказу научно-исследовательского управления ВМС США До стадии практических испытаний американцы свое лазерное оружие мощностью всего 30 кВт довели и вовсе только к 2014 году Когда первая подобная пушка, Н-Сек-3, XN-1, созданная электрооптическим центром, Electro-Optics Center, IAUC, Пенсильванского университета и компанией, L-3, Communication, с борта десантного транспорта до Капонси была опробована в Персидском заливе Путин оценил выставку достижений военного хозяйства имени Шойгу на итоговой коллегии Минобороны для президента старательно строили Грозный замок Но, увы, во многом на песке Что же с разработками боевых лазеров происходило в период между концом прошлого века и 2014 годом? В Советском Союзе практическая подготовка к испытаниям началась за долго до первого стрела Еще в 1977 году 31-му НИЦ ВМФ было приказано приступить к подготовке полигона под Феодосией Провели масштабную реорганизацию Персонал самого полигона был увеличен более чем вдвое К этому времени Невским ПКБ был разработан проект 05961, который предусматривал переделку лесовой завосток Три типа выйти играли с носителя экспериментального лазерного комплекса Айдар На Севастопольском судоремонтном заводе имени Арджоникидзи бывший Восток-3 превратили в опытовое судно О.С. Диксон Черноморского флота В качестве источника энергии для лазерной установки на корабле установили три реактивных двигателя от самолета Ту-154 Как практически всякая современная высокотехнологичная новинка На первых порах на Диксоне все выглядело достаточно примитивно Так, система охлаждения лазера на один каждый выстрел потребляла до 40 литров спирта, который разводился дистиллированной водой А еще это судно от других кораблей Черноморского флота отличалось тем, что на нем пришлось оборудовать даже специальный женский гальюн Это деликатное обстоятельство было продиктовано тем, что выходить в море морякам приходилось с многочисленным научным и обслуживающим персоналом, среди которого были и дамы Первый лазерный залп по мишени, находившийся на берегу на расстоянии в 4 километра, Диксон дал в 1980 году Выстрел оказался точным, однако мишень была не разрушена, а лишь сильно разогрета Поскольку коэффициент полезного действия луча, увы, не превысил жалких 5% Остальную энергию поглотили испарения водной поверхности Южного моря Но советским исследователям это казалось только началом большой работы Однако скоро в разваливавшемся в прекрасно душных горбачевских мечтах о новом мышлении СССР все работы в этом направлении были свернуты О.С. Диксон долго и бесцельно дожидался решения своей участи у причала в Севастопольской бухте Дождался, когда почти всем вокруг завладела самостейная Украина Потом начался скандальный и страшно болезненный для моряков раздел Черноморского флота между Кевом и Москвой Сейчас уже не выяснить, в какой именно адмиральской голове в России пришла мысль включить сверхсекретный в ту пору Диксон в список кораблей и судов, подлежавших передаче украинцам Зачем им был экспериментальный боевой лазерный комплекс, когда и более примитивное оружие в новорожденных в МСУ обслуживать оказались не в силах Но в хаосе начавшегося погрома вдруг возникли американские уши Некая никому неизвестная доселезокеанская фирма из множества предназначенных Киевом на слом только что полученных от России кораблей и судов Изъявила желание купить именно Диксон И никого более Купить, как уверяли новые стратегические партнеры Украины, исключительно на металлолом Российской авиации подрезали крылья, новогодние каникулы под угрозой не имеющие своих самолетов авиакомпании страны ставятся на прикол Дурная слава за этими местами закрепилась по причине исключительной экологической вредности такой добычи металлолома Множество корабельных топливных цистерн, агрегатов, трубопроводов никак невозможно заранее полностью очистить от мазута и масел Все это тысячами тонн десятилетиями льется на землю и в океан, загрязняет окружающую среду Во многих странах Азии в погоне за долларами заботами об экологии пренебрегают В США нет А собственный флотский утиль на разделку уводит буксирами подальше от родных берегов Как раз к индийцам и пакистанцам Именно поэтому в желании неких фирмачей со штатов сначала прикупить у Украины Диксон, а затем с большим риском буксирами протащить его через оштормовую Атлантику Легко было углядеть нечто большее, чем стремление просто обзавестись несколько тысячами тонн высококачественных металлов Ну кому в той, да и в нынешней, Украине дело до сохранения бывших советских секретов Поэтому в 1995 году сделка была заключена А летом 1996 года обездвиженный Диксон под буксирами навсегда покинул родную бухту Зато сегодня, спустя столько лет, стало известно, что именно нашли страшно любопытные американцы на борту бывшего опытового судна Черноморского флота По сообщению ТАСС, в трюмах оказались 35-мегаваттные силовые генераторы, специальные поворотные механизмы, холодильные установки большой мощности и многое другое оборудование, свидетельствующее о том, что корабль был оснащен лазерным оружием Цифра убивает русский мир, технический сбой или заговор против Кремля Отказ от аналогового телевидения, о котором поспешили отчитаться чиновники, наносят последний удар по Советскому Союзу Естественно, в ВВС США тоже мгновенно захотели обзавестись таким же В пору начавшегося развала страны делегация США одной из первых прибыла на звезду И закупила считанное количество почти волшебных К-36ДМ При этом никто в нашем заслуженном НПО даже и не подумал защищать свое детище оформления патентных прав Итог, теперь катапультные кресла, подозрительно схожие с нашими, греют задницы за океанским военным пилотом Которых натаскивают на войну с Россией Но вернемся к истории с Диксоном Не берусь судить, что более всего в его трюмах поразило покупателей из разведки и конструкторских бюро США Возможно, это лишь совпадение Но в конце 1990-х годов американцы вдруг отказались от применения химического лазера в качестве корабельного оружия Причина его токсичные компоненты и сложность обслуживания В дальнейшем ВМС США и других стран НАТО сосредоточились на лазерах Питание которых осуществляется только электрической энергией То есть встали именно на тот путь, которым шли советские разработчики лазерного комплекса Айдар И сегодня продолжают работать именно в этом направлении В 2019 году на программу SNLWS По установке твердотельного лазера мощностью от 60 кВт и выше на эсминцы урок класса Арлиберг Из бюджета выделено 190 миллионов долларов На первых порах предусмотрено оснащение трех эсминцев Первый Арлиберг, оснащенный лазерным оружием, планируется ввести в боевой состав флота в конце 2020 года Новости России Шергунов призвал помочь освобожденным Украиной людям